Приветствую зрителей Политека Онлайн. Сегодня мы по скайпу имеем возможность пообщаться с капитаном военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке Гаррием Юрием Табахом. Гарри, приветствую вас. Добрый день, Украина. Гарри, вот обсудим, наверное, главную новость, главную тему этой недели. Это то, что Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории вашей страны, которому Палата объявила импичмент. Теперь слово уже за Сенатом. На протяжении нескольких месяцев велись эти разговоры в отношении проведения вот этой процедуры импичмента Дональду Трампу. И вот эти все разговоры, они переросли уже в конкретные действия. Вы сильно удивились? Нет, нет, нет. Абсолютно. Ни я, ни мое окружение абсолютно это не удивились, потому что большинство людей в Палате представителей, в Конгрессе, конгрессменов, демократов, они говорили, что они проголосуют за импичмент еще до того, как началось все это расследование так называемое, потому что настоящего это расследования не было. Юридического. Политическое было, а юридического не было. Поэтому это не суд, это политическое решение просто такое. А многие из этих конгрессменов, они говорили, что они проголосуют за импичмент еще даже не до того, как Трамп стал президентом, как он дал присягу президенту. Поэтому тут никакого сюрприза нет. Более того, сюрприза никакого не будет, когда Сенат это просто выкинет или даже рассматривать не будет, потому что там нет никакого конституционного нарушения. Эти два обвинения, они просто глупые даже. Там даже ничего не упоминается про Украину, про разговор с президентом Зеленским, который все как бы начал эту процедуру. Тоже никакого сюрприза не будет. И даже не будет сюрприза, когда переизберут президента Трампа. Поэтому, наверное, беспрецедентно то, что устроили импичмент и переизбрали одновременно. Гарри, а вот объясните, пожалуйста, логику, зачем нужно было это все затевать, зачем это нужно было все начинать, если последствия, они известны и так заранее. Потому что мы знаем, что в Сенате это большинство за республиканцами. Да, да. И сейчас рейтинг у президента Трампа высокий. Но даже я рейтингам не верю. Ты знаешь, я журналистам или этим комментаторам, политологам, всем этим опросам. Я им не верю. Потому что они говорили, что Клинтон выиграет, а проголосовали все за Трампа. И как в анекдоте. А я больше верю в рынок. Люди, которые с деньгами, которые доверяют Америке, доверяют президенту. Поэтому, как только ему объявили импичмент, большинство людей, которые знают, как делать деньги, они поняли, что это одновременно рейтинг Трампа вырастет и его переизберут. И поэтому наш рынок пошел вверх, опять, еще выше. Беспрецедентный рынок. Это значит, что люди вкладывают деньги в Америку. А вкладывают в Америку, потому что они верят, что этот президент останется. Потому что в тот день, как его выбрали в президенты, рынок тоже сразу поскочил вверх. Поэтому, а вот если какого-нибудь там социалиста выберут, ли он начнет набирать, рынок начнет падать. Поэтому, как говорит мой хороший друг в Украине, следите за чемоданом, следите за деньгами, а не за опросами. Зачем это делается, Вадим? Понимаешь, я думаю, что тут целый букет причин. Одна из главных причин. Его не должны были избрать. Он не часть эстаблишмента, он не часть вот этой братвы, вот этих уже выживших из ума политиков в Конгрессе, в Сенате, которые и там уже мне напоминают политбюро советское. Они уже еле дышат, еле говорят, что Топа Лоси, что Шумар, что даже наш уважаемый Маккейн. Но слишком долго они там, их только уже ногами вперед выносят, как из Кремля. И поэтому тут появился человек вдруг откуда ни возьмись. Ни политик, никогда в этом не был, ни из эстаблишмента, ни из номенклатуры, как бы сказать. Хотя очень известный человек, имеющий определенную репутацию. Они не ожидали, они этого не хотят. А теперь, когда они начали, они думали, что это быстро, что люди будут за них, что они смогут отменить выборы 2016 года. Когда у них не получилось отменить выборы 2016 года, они начали уже открыто говорить, если мы импичмент Трампу не устроим, его народ переизберет. Представляешь, какая в это будет демократия будет действовать. И сейчас, я думаю, очень много происходит из-за того, что они отвлекают. Они отвлекают от самих себя таким образом. Потому что куда мы ни копнем, к сожалению, везде коррупции. Начиная от ФБР, Госдепа, Министерства юстиции, в Госдепе с Украиной связано. Плоси, оказывается, сын тоже участвовал в какой-то коррупционной схеме с Украиной. Байдена мы знаем. И оказывается, что очень многие дети, пока мои дети были в Ираке, в Афганистане, наши дети, они своих детей отправляли в коррупционные страны, там, где они могли заработать больше денег. Это начинает всплывать. И они готовы привести в жертву Украину, вашего молодого президента, вашу молодую демократию, Украину, любую другую страну, любого другого человека, президента, лишь бы от себя отвлечь вот это внимание. Но похоже, что Трамп не сдается, и он продолжает вот это давление, чтобы разобраться с нашей коррупцией. Вы думали, что только у вас монополия на коррупции? Нет, она у нас тоже есть, оказывается. Даже на высоком уровне. Ее у вас тоже хватает, имеет место быть. Гарри, вы неоднократно, когда приезжали в Украину, мы об этой теме также с вами говорили. Скажите, пожалуйста, многие средства массовой информации, они подают тему импичмента Трампу, безусловно, в связке с Украиной. Вы находитесь сейчас в Америке. Насколько эти темы между собой очень тесно переплетены? Вот этот телефонный разговор Трампа с Зеленским, вот эта взаимосвязь Украины, которая, возможно, подтолкнула к началу вот этой официальной процедуры импичмента. И вот каким вы видите вот дальнейшее развитие отношения между Америкой и Украиной? Вообще, как это может отобразиться на нашей стране? Да, конечно, я чувствую, потому что средний американец, он не сидит у телевизора или радио и не следит за этим так внимательно. Он где-то слышит, там, Украина, коррупция, и подводит, значит, подставили президента Трампа этим. И чего мы тогда им даем столько денег? Они же вроде бы как русские там. Понимаешь, люди не сильно разбираются, не сильно вникают в это все. А разве они не были когда-то коммунистами? Они же когда-то против нас были. А сейчас вот Трампа подставили. И, конечно, а мы ему столько денег даем. И, конечно, среднему американцу очень трудно в это во все вникнуть. Да ему и не нужно, знаете. Это как у вас там средний человек будет вникать, что там происходит в Африке, в Зимбабве или еще где-то. Ну, далеко и маленькое. И на меня там, на среднего американца никакого влияния не имеет. Это поэтому приводит. А как будет это дальше развиваться, я не знаю. Ты знаешь, что я не предсказатель, не предвидел. Я думаю, что больше всего это будет зависеть от Украины, как будет это развиваться, а не от Америки. Почему-то многие люди думают, что все зависит от Америки. Нет, не все зависит от Америки. Очень часто зависит от тех, с кем Америка имеет дело. И я думаю, что здесь будет зависеть от Украины, очень много, от самой. Хочет ли Украина двигаться в правильном направлении, к демократии, к свободному рынку, к отношениям с Европой, с НАТО, в правильном, позитивном направлении. Или Украина будет что-то прикрывать, развивать коррупцию, не бороться с ней, говорить одно, а делать другое. Поэтому очень многое зависит от Украины. Или серьезно ваш президент подходит к борьбе с коррупцией в стране, с постройкой экономики, с постройкой армии, выстраиванием государства. Если это так серьезно, то ему придется принимать сейчас непопулярные решения. Но лидеры прогрессивных стран это будут видеть в современных странах. Поэтому это зависит много от вас, от самих украинцев, как это будет. Гарри, а вот скажите, пожалуйста, уже заканчивая обсуждать с вами тему импичмента президенту Дональду Трампу, когда этот вопрос будет вынесен на рассмотрение в Сенате? Чтобы мы понимали. А вот понимаешь, что тут в том-то все проблемы. Это все без прецедента. Палата представителей проголосовала за это, но комитет и глава демократической партии задерживает это, не дает в Сенат. И поэтому зачем тогда это все делается? А Сенат говорит, это не конституционно, вы должны это передать нам. И теперь мы начнем расследование. Это значит, мы будем вызывать свидетелей, прокуроров. Уже больше будет похоже на судебное, чем на политическое. Судебное разбирательство. Потому что вся процедура, она политическая, она не судебная. Его не обвиняют ни в каких преступлениях. И это должно перейти в Сенат. А в Сенат они не передают. Лоси, она не передает это в Сенат, потому что она понимает, что оттуда это выкинут. Или хуже еще всего, если они начнут, правда, расследование. Тогда и Байдена сына вызовут, и Байдена бывшего вице-президента вызовут, и Джулиани вызовут как свидетелей. И там уже будет... Они понимают, что они вышли сами на себя. Поэтому они и боятся так сделать, и не хотят так сделать. А вот просто создают такую атмосферу и вносят раскол в наше общество, в раскол между Америкой и Украиной. И на пользу это идет только одному человеку. Это Путину. Гарри, я вас уже услышал. Хотел у вас спросить. Вы знаете о том, что происходило в Москве возле здания Федеральной службы безопасности? Нет, я только слышал, что там началась какая-то стрельба и убило несколько сотрудников ФСБ и человека, который по ним стрелял. Больше ничего не знаю. Ну вот погиб один человек сотрудника ФСБ, пятеро человек, в том числе один гражданский, получили ранения разной степени тяжести. Вот один преступник убит, который, собственно, и начал вот эти выстрелы. И все это происходило в то время, когда президент России Путин, он находился на концерте, который был как раз и посвящен дню ФСБ, который, ну праздник есть такой в России, день работников ФСБ накануне. Это случилось 19 декабря, а день ФСБ 20 декабря. Сегодня? Да. Сегодня день ФСБ. Ну, поздравляю всех агентов, сотрудников ФСБ с этим великим праздником, которым можно по правде гордиться. Я даже не представляю себе, чтобы вот, допустим, у нас бы был праздник ЦРУ. Это вы так с иронией, я так понимаю, говорите. Нет, ну это в чем праздник, я не понимаю. Я извинюсь, что я смеюсь, люди погибли, там, конечно, и даже, видимо, гражданские и винные. Да, ну действительно, это вот трагедия. Но что это за такой праздник? Ты знаешь, это, по-моему, было утомленный солнцем, когда две бабушки сидят в этом фильме. Она говорит, я понимаю, что эти праздники, они какие-то большие, там праздник воздуха. Понимаешь, что это такое большое? Ну что, не понимаю. Я понимаю, что это какой-то великий праздник ФСБ. Но что это, я не совсем понимаю, что празднует. Я вас понял, Гарри. Ну вот, тем не менее, люди погибли. Это трагедия, это горе для родных и близких. Поэтому я думаю, что услышим. Из уста российской власти, хотя к ним... Наверное, чаще всего это какой-то не совсем уравновешенный человек или больной человек, который такое делает. Который уже, видимо, крыша поехала. Больше он не может выдержать. Он хватает оружия, сбегает в какой-нибудь полицейский участок или в школу, или в ФСБ. И все проблемы у него вот из-за этих людей, вот из-за этого людей, которые находятся в этом здании. Какое оно большое не имеет. Просто это так получилось, что я думаю, что в России, что это ФСБ, и человек начал стрелять. У нас такое тоже бывает. Я помню, лет 10 тому назад один мужик стал стрелять неподалеку от проходной части в ЦРУ, в здание ЦРУ. Он по ним стал стрелять. Его тоже убили, по-моему. Гарри, вот еще одну хотел с вами тему обсудить. Она, да, конечно же, связана и с Российской Федерацией, и с господином Путиным. Потому что 19 декабря он давал такую ежегодную традиционную пресс-конференцию. И много чего он говорил и про Украину. И вот он сказал следующее. Все при Черноморье. И восточная часть Украины – это исконно русские территории. И теперь Российская Федерация с этим разбирается. И вот буквально для общего понимания процитирую Путина и скажу следующее. Что предложил в свое время Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все при Черноморье, западные земли российские, были переданы Украине со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине. Потому что Украина была сельской территорией. Это все наследие государственного строительства Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Вот что сказал Путин. Ну, а что ты хочешь, чтобы он сказал? Он говорит одно и то же 20 лет. 20 лет он меняет какой-то бабушке лампочку в подъезде, покупает девочке платье и говорит, как хорошо мы будем жить в 2019-м, 2017-м годах. Это не происходит. Что еще он может говорить? Он собирает русские земли обратно там, где они должны быть. И таким образом народу не надо ни есть, ни лечиться, ни летать за границу к родственникам, ни смотреть качественные фильмы. Ничего этого не нужно. А нужно вот собрать наши родные земли, скрепы, духовность, чтобы все это было. Что еще он может пообещать народу? Знаете, он уже может только там сидеть и говорить, вы все обнадлели. Я вам уже 20 лет обещаю, обещаю, обещаю вам все. Мало, мало и мало. Вам мало пенсии, вам мало ветеранам, мало квартир. Еще квартиры до сих пор ветеранам там выдают, понимаешь? Поэтому что еще он может сказать? Ну, это угроза? Ну, я бы спросил на месте всех остальных в мире, а может быть сначала давайте разберемся с Курильскими островами или с Кенигсбергом, с Калининградской областью или с Выборгом? Потому что это уже было намного ближе к нашей истории, чем даже большевистский переворот. Гарри, я предлагаю вспомнить по поводу Кубани, кому Кубань принадлежит, это во-первых. А во-вторых... Ну, много, много земель. Да, много земель. Давайте разбираться с Аляской, давайте со многим с чем разбираться. Скажите... Ну, впечатление надо создать такое. У него это получалось какое-то время, сейчас уже теряет это раскручивание. Но какое-то время у него получалось, что Россия это мирная маленькая страна, вроде Швейцарии, которая окружена кругом вот этой фашистской Украины, и с этим надо как-то бороться. Он продолжает... Больше ничего нового придумать не может. Скажите, а вот то, что сказал Путин, это прямая угроза? Вот что это? Ты знаешь, Вадим, я не могу тебе сказать, что он вообще у него происходит. Там вообще что-то логичное может происходить. Если он пришел на нормандские переговоры во Франции, пришел с огромным жлобом, и тот принес с собой пистолет на переговоры и показывает это перед президентом. Наверное, это он как бы хотел показать. Это президенту Зеленскому, а и Макрону, и Меркель, они тоже это увидели. Гарри, извините, а большой жлоб это кто? Это какая-то... Ты хочешь, чтобы я понял, о чем человек думает, угрожает он это, или у него паранойя такая уже развитая, или он болен, он болен. Это надо... Это к психиатру, вот к реальному психиатру надо обращаться. Большой жлоб, я так понимаю, но чтобы было понятно и так же нашим зрителям, о чем идет речь, это представитель охраны Путина, да? Это представитель охраны Путина, который пришел со своей пукалкой и ее показал, что для меня вообще... У меня хороший товарищ есть, он был тоже, кстати, бывший, ну, родился в Советском Союзе, он был в охране, президентской охране, Secret Service. Он охранял президентов, приезжал в Россию с президентами. Так вот, понимаешь, это совершенно даже непонятно, как охрана французская разрешила это, потому что за охрану и безопасность гостей отвечает та сторона, которая их принимает. А тут пришел, если даже что-нибудь случилось, они же не отработаны, маневры у них, у охраны французской, вот с этим охранником российским. Поэтому я даже не понимаю, как французы могли такое допустить, но в открытую показать это совсем. Что у человека в голове происходит? Не понятно, что он говорит, к кому он обращается. Это абсолютно уже совершенно деградированная личность, живет в параллельном мире, и понять, что он делает, о чем он думает, какая информация до него доходит. Он же не пользуется ни интернетом, ничем, как современный, ну, сегодня в современном мире. Он твиты, как Трамп, не высылает каждый раз к народу, и потом слушает, что обратно ему кричат, и как его ругают. Поэтому абсолютно больной человек. Ну, больной человек, но уже тоже он там на этой же пресс-конференции говорил о перспективах 2024 года, о поправках внесения в российскую конституцию. Дело в том, будет ли дальше Путин настолько цепляться за власть, и каким будет транзит российской власти, вот на ваш взгляд? Я не знаю, я предсказать не могу, но, конечно, власть это отрава, это наркотик, это отрава, от которой он отказаться не может. Я не думаю, что он понимает, что, опять же, это человек, который не мыслит, как мы с тобой, да, или как, ну, что мы имеем в виду средний человек, или человек, который живет в жизни какой-то, на этой земной. Абсолютно оторвано, и не понимает, что происходит, я думаю, он не понимает, что происходит вокруг него, и принимает решения, которые неадекватные. А его окружение, оно до такой степени забито, добито, и безмозгло, что они ничего сделать уже не могут. Это только они пытаются, единственное, что сделать, это смотреть ему в глаза, смотреть ему в рот, и попытаться предсказать, а что же будет дальше, или что он хочет, кого он хочет убрать, или кого он хочет завоевать, или как это вести, и давать ему вот эти нотки, чтобы они соответствовали то, что они думают происходит у него в голове. Хорошо. Гарри, Гарри, спасибо огромное, был рад с вами пообщаться, с нетерпением ждем вас в Украине, приезжайте, и окажет до зустречи. Да, Гарри Юрий Табах, капитан военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке, имели возможность пообщаться с нашим дорогим гостем по скайпу. Спасибо вам, наши дорогие зрители, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok